Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы начинаем с вами наш вебинар на тему тревожности, причины возникновения трудностей детей, как помочь ребенку преодолеть это состояние. Я считаю это очень актуальной и важной темой, особенно в наше время. Я не знаю, есть ли люди, которые вот такие бесшабашные, не обладающие совсем никакой тревожностью. Вот, к сожалению или к счастью, не знаю уж как вот точнее выразиться, но тревожность, она присутствует. И это факт. И тревожность, она есть в нашем мире, и есть она в детей, есть у взрослых. Вот, вот, даже сейчас начинаю вебинар, у меня ладошки мокрые, потому что я тоже человек тревожный. Вот, и, собственно, буду делиться и своим опытом в том числе, как с этим справляться. Вот, особенно, конечно, важно, как научить этому детей. Итак, здесь мы говорим о психологическом определении тревожности. Это вот такая индивидуальная психологическая особенность. Заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и в таких, которые к этому не предрасполагают. Что это значит? Это значит, что иногда и нет этой самой какой-то прям вот явной причины тревожиться, да. То есть такая какая-то фоновая бессознательная тревожность, ну вот она есть и есть, да. Вроде бы беспокоит, но такой фон беспокойства такого, да. Есть беспокойство, и оно вот сопровождает эту жизнь, да. Вот. И тут ученые спорят, как это внутреннее образование личности, или это все-таки сформированное в процессе развития ребенка. Ну, и фактом остается и то и другое, на самом деле. То есть и влияние родителей тут очень важно, мы об этом будем говорить с вами. И, конечно, внутренние предпосылки развития ребенка тоже способствуют быть тревожным человеком или нет. Это тревожные мнительные черты, и там, вот если мы говорим уже о формировании характера, да, это уже подростковый возраст тогда, это, ну вот, такая тревожная личность, которая фонируется уже как черта характера. Вот. Но пока мы определимся с некоторыми понятиями, да, чтобы не путаться, следует отличать тревогу от тревожности. Тревога все-таки это такое эпизодическое проявление беспокойства, то есть оно, тревога проявляется, она именно конкретно, да, по каким-то ситуациям. Как говорит, он волнуется, там, перед уроком, перед контрольной, перед выходом у доски, вот. И иногда это тревога даже полезна, собственно, не такой, знаете, определенный уровень здоровой тревоги должен быть в ресурсе. То есть ребенку не все равно, да, что, как он напишет эту контрольную, как он выступит у доски, вот. И, то есть, в меру тревожным быть это даже хорошо. Важно, чтобы это не зашкаливало, чтобы эта тревога не мешала высказаться у доски, да, решить те самые вопросы, которые нужно решить в ходе контроля на работу. Ну и вообще по жизни, да, быть смелыми, куда-то пускаться на какие-то риски даже, да. Ну вот, рассказывая тревожности, я буду употреблять такие слова, например, как доверие, да, доверие к этому миру, доверие к опорам, доверие к тем, кто окружает, да. Вообще вот тема опора, она такая очень сильно звучит в этой теме тревожности. Как экзистенциальный психолог я не смогу об этом не говорить. И, кроме того, ну, когда тревожность является вот устойчивым состоянием, да, это вот, это когда непросто он перед каждым, вернее, эпизодически, перед каким-то там, перед какой-то контрольной волнуется, а перед какой-то нет, да, это вот эта тревога, да, если он постоянно испытывает эту тревожность, и вот уже мы говорим об устойчивом состоянии, да, что я, что ребенок чувствует, что он, не может с собой совладать, да, что ему трудно, и нужно ему в этом помогать. Собственно, причины, которые провоцируют ради эти тревожности, ну, вот, сам наследственный фактор, как я уже говорила, есть, он присутствует, безусловно, ну, и внешние факторы. Это вот такой очень важный момент, который, собственно, то, что подвластно вам, нам, да, то, что мы, на то, что мы можем реально повлиять в связи с этой темой. И вот, например, в дошкольном детстве особенно важны, особенно сильными факторами, которые могут повлиять на уменьшение тревожности, на регулировку этого состояния. Это как раз атмосфера в семье, стиль воспитания и вот настрой самих родителей, да, насколько сами родители являются тревожными или нетревожными людьми, например, да. И если мы взрослые можем это отслеживать в себе, если мы чувствуем, что да, мы люди тревожные, то с этим мы должны обязательно сами тоже над собой работать. Поскольку есть такие зеркальные нейроны, о которых я тоже еще буду говорить, которые так или иначе дети улавливают, и эту тревожность они как-то очень, в общем, демонстрируют, да, потому что сами ослабливают и берут ее у семьи. Вот. Семья для тревожного, для любого ребенка очень важно, чтобы она была такой надежной опорой, где было бы спокойно, очень хорошо, очень, так сказать, атмосферно, очень, ну, по-настоящему, чтобы семейное окружение было дающее такой сильной опорой для этого ребенка. Что это значит? Это значит, прежде всего, от родителей не должно быть каких-то противоречивых требований, да, или каких-то завышенных ожиданий, да. Когда родители стараются все-таки воспринимать ребенка таким, какой он есть и помогать находить у него какие-то очень важные его позитивные, в любом ребенке можно найти позитивные, безусловно, качества. Вот. Нужно акцентировать внимание именно на этом. Обязательно, чтобы у ребенка было какое-то свое место в доме, да, там, если не позволяет комнату иметь, да, ну, хотя бы угол там свой, свой уголочек, свой какой-то, может быть, маленький домик, если это маленький ребенок, да, вот, свой, естественно, свою кровать, свой стульчик. То есть это вот такие важные, казалось бы, может быть, они кажутся такими невесомыми, неважными, но на самом деле они очень важны для развития вот такой устойчивости, нетревожности детей, да. Вот это вот важность внешних опор и внутренних опор. Внутренние опоры мы формируем с помощью того, что мы говорим о важных, позитивных, хороших сторонах наших детей, мы их замечаем и помогаем их найти, да. Это, безусловно, огромное важное дело составляет поддержка ребенка, то есть мы поддерживаем тревожного ребенка в том, что у тебя получится, ты справишься, давай я тебе помогу. Не бросать его в каких-то моментах, когда ему действительно очень тяжело и тревожно, и, в общем, не ждать от него больше, чем он может, да. То есть вот это, конечно, это очень тонко, это не всегда просто, но вот это вот важные такие качества, которые должны родители в себе тоже воспитывать, это терпение, умение продвигаться такими, скажем, маленькими шажками, да. То есть, допустим, вообще тревожному ребенку свойственно все новое воспринимать в штыки, наверное, наверняка вы это уже в своей практике замечали, что там, пойдем в гости, ой, нет, не хочу, или там, поедем в дом, ой, ты знаешь, мы поедем на море, ой, нет, мы, так сказать, приходим в ступор, да что же такое, гости, море, это же замечательно, там, на прогулку. Но нет, вот все, что новое, неизведанное, это ребенка очень сильно страшит и выдывает из себя, да, из седла, можно так сказать. И поэтому наша задача вестись на беседы и объяснять, да, больше рассказывать. Вот в этом проявление такого очень внимательного терпения к ребенку, вот это и есть умение воспринимать его таким, какой он есть. То есть, не быть, вот видите, я вот как фактор, например, гиперопека перечислила, да, это другая крайность, когда мы слишком опекаем, делаем все за него, да. А здесь как раз речь идет о том, чтобы продвигаться маленькими шажками, да, да, а давай, а знаешь, что нас там будет, кто нас будет ждать там в гостях, да, там будут ребята, да, ой, ты знаешь, там Васю из них будет, а что мы там будем делать, да, знаешь, мы будем играть вот в такую игру, там, да. То есть, вот какие-то события, их нужно ребенку помогать предсказывать, объяснять, да, про то же море, да, можно посмотреть фильм про море, можно рассказать про море, можно вот это очень, очень такой хороший, важный диалог с ребенком о том, что, что его ждет. Если новая игра, опять же, там, в группе, дети приходят, там, воспитатель говорит, мы сегодня будем играть в новую игру, я там принес, давай, давайте все вместе, ой, Петя, а ты почему не хочешь, давай, ну, а Петя, если он тревожный ребенок, то не нужно ему сразу вот так вот вовлекать, да, а Петя может понаблюдать, например, первый раз, когда играет в эту игру, и это нормально для тревожного ребенка. Если вы уже знаете, что этот ребенок вот такой, ну, он трудно воспринимает что-то новое, то очень важно сказать, что, окей, ты посмотришь, и когда почувствуешь, что готов присоединиться, ты можешь присоединиться. Вот это вот, это вот искусство как раз следует за такими детьми, умение учитывать их вот эти такие особенности, вот, такой тревожной проблематикой, да. Ну, вот здесь я вижу вопрос, моя дочь пойдет в первый класс, но мы родители боимся ставить ее одну дома, одну проезжать в школу, дочь тоже боится, что нам делать? Ну, вот это одна из, один из видов тревоги, такая сепаративная тревога, я про нее хотела попозже немного говорить. Вот, когда в норме сепаративная тревога вообще-то у детей возникает полтора-два года, да, и в норме она проходит до полу года, но тревожным у детей она остается, да, и вот тогда нужно опять же к этому готовить. Опять мы делим задачу на маленькие подзадачки, да, вот здесь смотрите, даже звучит, мы родители боимся оставлять ее одну дома, то есть уже у самих родителей есть такая тревога, да, то есть с этой тревогой нужно им самим работать. Почему вы, собственно, боитесь, что, что такого страшного оставить, например, ребенка дома, да, что, какие у вас тревожные ожидания от этого есть, вот с этим нужно было поговорить между собой и родителями, да, вот, потом, ну, как оставлять там на пять минут, давай ты занимаешься там тем-то, мы пока пойдем там в магазин сходим там, ты можешь остаться на пять минут, ты можешь остаться на десять минут, да, предложить занятия, который будет, ну, интересно и который может увлечь ребенка пока он дома, да, то есть вот то же самое с этой школой, дорога в школу, да, ее нужно, конечно, сначала пройти вместе, безусловно, не пойди сама гулять, вот, то есть здесь важно, чтобы родители сначала обязательно сопровождали ребенка в его вот этих первых шагах, что нам делать, то есть вот так и укреплять, вот эту уверенность, да, вот ребенок неуверен, тревожность, это еще такое чувство внутренней неуверенности, да, я не уверен, что смогу, мне очень трудно, поэтому мы и говорим о том, что укреплять его самооценку надо, и укреплять вот эти детско-родительские отношения, как я здесь пишу, корни тревожность детско-родительских отношений, то есть если есть доверие между родителями и детьми, это уже большой плюс к тому, чтобы преодолеть тревогу. Если ребенок доверяет родителям, а родители доверяют ребенку, соответственно, то это уже очень хорошая такая основа для преодоления тревожности, да, это очень такой взаимный процесс, да, если вы вместе можете пройти этот путь в школу и увидеть, что он не так уж страшен, да, рассмотреть, очень внимательно посмотреть на каждый шаг, каждый этап, вот здесь поворот, там здесь надо посмотреть по сторонам, попередить дорогу, то это становится, в общем-то, вашим таким совместным путешествием, да, которое потом он сможет его преодолеть, исправиться. То есть вот вообще в теме тревоги, тревожности звучит эта тема, как я уже сказала, и доверия, и мужества, и способности пойти на риск. Если есть, если есть это то, если есть те основы, те опоры, которые вот существуют, вот как это ни странно, то, что я уже сказала, дома у меня есть свой угол, свой стульчик, свое место, да, я здесь ездил, я занимаюсь здесь пространством, оно мое, да, это внешний опор. Есть внешний опор, и также это родители, это хорошие отношения, добрые, доверительные отношения с родителями, которые все время видят, помогают увидеть ребенку очень хорошее, то, что он может, на что он способен. Вот, идем дальше. По школьному-младшему школьному возрасте, возникновение тревожности связано с неудовлетворением потребностей, надежности, защищенность со стороны ближайшего окружения. Это потребность является ведущей в этом взрослом промежутке. Это вот то, что я уже проговорила еще раз, пока вам, так сказать, акцентировано это внимание. Как выявить тревожного ребенка? Ну, вот признаки тревожности, это вот такие постоянные беспокойства, трудность, когда невозможность сконцентрироваться на чем-либо, вот такая невнимательность. Ну, страшно, если он на чем-то сконцентрируется, да, вдруг у него опять это все не получится, уж лучше я буду такой рассеянный, ни о чем как-то, да. То есть вот это вот вообще, как если обратиться к таким важным моментам, которые мешают адаптации и успешной учебе, это вот этот вот четвертый такой интелляционный момент, как не буду даже пробовать, все равно не получится. Это вот то, что составляет основу такого вот сильно тревожного ребенка, да. И здесь важно продолжать, это, как говорю, это очень такой методический, очень такой серьезный длительный труд по укреплению самоценности ребенка, да. А что я могу, а в чем я могу себе доверять, да, а что на самом деле, какие есть у меня качества, на которые я могу опереться. Вот мы теперь говорим о внутренних опорах, о том, что внешние опоры, да, у меня есть там родители, я могу ответить на бабушку, дедушку, там, папу, маму, мой родной дом. Очень хорошо, когда опорой становится и, там, воспитатель или учитель, да, когда их требования достаточно, ну, в общем, предсказуемы, да. Вообще предсказуемость и такие традиции, хорошие традиции семьи, это тоже становится таким важной опорой. Вот вообще для тревожного ребенка предсказуемая жизнь, она такая тоже хорошая опора. То есть я знаю, что, там, я буду на завтрак, я знаю, что в ресном мне, там, взять почитаю сказку, мама погладит меня по спинке, я, там, засну. Ну, вот эти вот какие-то элементарные ритуалы утра, дня и вечера, они тоже становятся такой важной опорой для успокоения тревожного ребенка. Ну, мышечное напряжение, да, то, что вы тоже можете в нем заметить, да, как правило, это вот действительно напряжение в области лица, шеи, вообще такая напряженная спина, иногда вот такие поднятые плечи, и голова уходит в эти плечи, да, вот ребенок напряженный и постоянно такой вот, такой, 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 такая поза неуверенности, да. Он все время куда-то выскальзывает, он как-то незаметно куда-то старается ускользнуть, например, да, вот. То есть с мышечным напряжением можно работать с физическими способами, да, это массаж, это тактильные какие-то техники, ну, потому что помощь, это и детская йога. Вот, я смотрю тут вопросы по взрослым людям, да, наши сын учацы в 10-м классе, она означает, что боится будущего. В том числе, что, ну, внутренняя боязнь и тревога. С таким взрослым ребенком уже можно об этом очень хорошо говорить, да, вот, вот, это, как бы, самое сильное средство, если есть доверие между родителями и ребенком, очень важно проговаривать такие вещи. А что конкретно, да, чего ты боишься, да, в чем твои вот эти тревоги, какие волнения, да, мои. Это то, что важно, вот, вытаскивать из ребенка, вот, проговаривать, да, и вот, как ни странно, вот, это осознание, осознавание того, что есть она эта тревога, да, и мы ее признаем, и уже с ней начинаем работать, да. Конечно, вот, как я говорила, там, ну, своим 10-классникам, когда еще работала в школе, я говорила о том, что обязательно, когда мы, там, готовимся к экзаменам, там, поступлению, обязательно должны быть запасные пути. Ни в коем случае не выбирайте один ВУЗ, вот, только он, и никак-то, и вообще больше ничего другого я не вижу. Вот, да, пусть это будет хорошей целью, но пусть будут и запасные варианты, и тогда это укрепляет, дает возможность, ну, как-то вариативность, да, что я совсем не пропаду, что будет, что есть варианты, есть возможности, да. И можно здесь дойти до самых, как бы, ну, что бы и самое-самое плохое, давай с тобой обсудим, пусть это будет предметом нашего стопы такого очень хорошего, доверительного разговора. Все боятся, да, все возможно, все может быть, но что-то ты важное можешь забыть, что тогда случится, давай поговорим об этом. Вот. Ну, что делать, если кровь ревнуть внучку к маме, преданно говорят девочке всякую чушь. Вот это очень, это, кстати, тоже очень сильный фактор, который, ну, влияет на тревожность. Вот когда родители едины в своем понимании, в своем мировоззрении, да, вот, опять же я говорю об этой самой устойчивости, да, вот это создает ребенку очень хорошее основание, что он не дергается между разными огнями, да, мнениями разных людей. Это то, что его как раз расшатывает. Наша задача вот такого тревожного ребенка, а не наоборот, не расшатать, а укрепить, да, и вот укрепляет как раз единство требований, ну, либо это, наверное, вот эта система каких-то общего понимания, да, взаимных, да. Когда кто-то говорит о другого, ну, в общем, это становится таким вот фактором расшатанным. Вы взрослые, вы должны договариваться, учите договариваться. После домашнего задания, он сразу раздражит, он не хочет делать что-то другое. Ну, вот это у нас, это даже, наверное, думаю, другая тема. Спасибо. У меня в классе, вот это у меня? У меня в классе есть ребенок, который тревожится по каждому поводу. Да, если бы даже отдали телевизор, но изолировать его внешне себе нельзя. Как быть? Боится конца света, что умрут родители. С еще кемерами ходят во всем уровне, не пускай туда родители. Тренировать невролог и психолог, а в осени не там. Как быть? Да, трудная ситуация. И, ну, если работают специалисты, как бы это уже хорошо, это важный момент. Но это, это, это возможно, ну, как бы не в случае ни одного мгновения, да, то есть это действительно какой-то процесс, да, это не такой процесс, которому нужно дать время, да. Ну, вы со своей стороны, как родители, продолжаете его укреплять в том, что вы есть, да, есть твой родной город, что есть, что есть твое место, есть, ну, вот про те опоры, которые я говорила, что, на что он может опереться, в то, что у него существует вот здесь сейчас. Да, 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 к сожалению, вот мир наш вот так вот, ну, неустойчив, да, но даже в своей неустойчивости есть что-то, что создает эту устойчивость. На этом мы, как бы, да, все умрут, мы можем, об этом можно спокойно тоже говорить, да, у каждого свой срок, мы не знаем, когда, кто, как это будет, да, но самое важное проживать его сейчас, так, как есть, да, и не отправлять ее вот этой вот своей, ну, такой пустой тревогой, да, а вернуться на то, что, собственно, что ты можешь еще успеть сделать в этом мире, да, что ты, чего бы ты хотел сам добиться, там, чего бы, какие свои возможности принять, вот, и, то есть, вот, укреплять его самоценность и одновременно показывать ему те опоры, которые у него остаются. Ну, вот я уже, наш любимый, там, кружочек эмоций, мы говорим о том, что мы принимаем все эмоции, пусть здесь тревожность не перечисляется, но это очень важный принцип о том, что мы ни в коем случае не отрицайте тревожность ребенка, да, если вы ее замечаете, то есть, если вы замечаете тревожность, вы об этом говорите, вы про это играете, да, если это маленькие дети, то ролевые игры вам в помощи, я еще об этом скажу, вот, и если это взрослые дети, то вы об этом очень много говорили, мы обращаемся к этому, вот. Ну, то же самое вот это вот про тело, да, где ты ощущаешь эту тревогу, да, если мы говорим про тревожность, как она ощущается, да, чтобы ребенок почувствовал, да, что вот надо, там, распрямить плечи, надо как-то почувствовать, где она в плечах находится, в лице, да, поговорить об этом, опять же, расписать, где вы, где ты ее ощущаешь. Вот, что делать, если ребенок не выходит к доске во время уроков, как помочь адаптироваться. Ну, начать тоже надо с маленьких, опять же, и те самые маленькие шаги. Сначала можно попробовать там, пусть отличается место, да, потом там можно перепетировать, когда никого нет в классе, если есть у вас такая возможность, да, с ним перепетировать это, когда никого нет в классе, да, ну, вот ответим на этот материал. Дать рекомендацию родителям дома поиграть с ребенком на эту тему, как вот этот образ выйти к доске, да, допустим, проиграя в игровой ситуации, как я выхожу к доске. Вот, ну, есть еще также, если это маленький ребенок, ну, первый класс еще это маленький ребенок, то мы предлагаем, например, там, сказка-терапия, тоже как способ работы, это когда я могу выйти в образе, например, как бы Гуратино ответил у доски, да, или как бы Мальвина, как Пьеро, да, то есть, ну, вот, проигрывать ситуацию нужно, здорово это делать уже, конечно, в детском саду, когда дети играют в школу, они как раз очень здорово вот с этими тревогами сами справляются, да, с помощью вот этих игровых методов, но иногда вот помогает именно вот это, попробуй из этой роли выйти, попробуй сделать это. Вот, как отличить тревожность от застенчивости? Есть ли все? Да, есть, конечно. Застенчивый тоже ребенок не уверен в себе, да, он еще стесняется, он не уверен, что его могут принять, что он тревожится, что он может быть не такой, как другие, да, и тут опять же приходят на помощь внутренние опоры, которые помогают найти родителей, испытателей, кто-то, да, там, какие-то его личные, что он может, да, там, может быть, он здорово рисует, или он там красиво, там, башни строит, или что-то еще, то есть вот находить те самые внутренние опоры, как сильные стороны этого ребенка, искать, искать, что, на что он может опереться, что он знает, что он умеет. Обязательно каждого ребенка есть свои какие-то очень хорошие, важные вещи. Ну, вот с застенчивостью тоже, понимаете, ну, как любой тревожный ребенок, который заходит в незнакомое помещение, там, с тем же садиком, да, это всегда, всегда сначала он скором, да, и не нужно это помещение как бы освоить, сделать своим, да, и на это нужно время, на это нужно вот такое очень важное, то есть дать ему это время, да. Вот почему говорят, что с тревожными детьми нельзя, там, играть в всякие игры на берегонки, там, на скорость, на, вот, кто быстрее, и так далее. Это не для них, да. Ну, там, когда-нибудь это станет для них, но сначала это очень для них чуждо и неправильно, да. То есть его, опять же, сравнивать, да, с другими. Тревожный ребенок можно сравнить только с самим собой, да. Вот это в прошлый раз, там, смотри-ка, здорово, ты там с Петей подружился, а сегодня ты уже, там, а через неделю ты там уже и в дайне играешь, и так далее, да. Ну, вот, ну, здесь вот такой важный момент, как зеркальный нейрон, я уже говорила об этом, очень важно обращаться родителям к самим себе, насколько вы транслируете эту тревогу детям, да, вот те же действительно обстоятельства, то, что нас окружает, весь информационный поток, который на нас обрушивается. Вот, дети это все тоже улавливают и чувствуют, и об этом нужно с ними говорить, и проговаривать эту ситуацию, да, что, чем мы можем вам помочь, как мы можем это пережить, и, конечно, такой момент, который, ну, это работа родителей самим над собой. Как вы, как у вас вообще вопрос, как обстоит тема тревожности с вами самими, да, и вот. Ну, вот, формы, виды тревожности. Тревожности, она не такая вот, она очень, вообще большая, конечно, тема, и обо всем не сможем нам сегодня затронуть, потому что самая явная тревожности, я уже сказала, когда ребенок вот с тянутой плечи, бочком-бочком, где-то ближе к застенчивости, да, где он очень такая, ну, вот в этой закрытой форме, когда она очевидна, когда ребенок говорит тихим голосом, часто это, как бы, у него отсутствие улыбки, вот, трудный второй вариант, когда он рискируется ленью, апатиями, читательностью, вот, когда он там, ему легче, там, естественной мечты, чем что-то такое сделать, а вдруг не получится, да, этот страх, что он не получится, я очень что-то мечтаю, и так повернусь, за то, для хорошего, это вот, как бы, те маски тревожности, которые, вот, умные, мудрые педагоги должны распознавать. Ну, вот еще один такой важный момент, да, агрессивностью часто маскируется тревожность, когда накапливается сильное внутреннее напряжение, ребенок его выражает именно в агрессивных выходках, это тоже очень такой, нечастный момент, и важно измечать это педагогам, чтобы вовремя, ну, давать вот эту прозрятку, что похуже тебя это беспокоит, да, ну, вот еще вопрос, у меня ученики в пятом классе, с этой тревожностью спокойный летний урок один из тех разменей и номер вольт. Вы меня вызовите, вы меня поставите, а ночью, они опять начинают. Ага. Как успокоить у всех детей? Ну, вот опять же, говорю, здесь на том, что приходит наша устойчивость, наша последовательность в действии, да, вот мы, мы, как, помните, прозеркальные нейроны, так сказать, скользко, потому что мы так мало времени, но вот своей устойчивостью и уверенностью вы можете давать им вот это вот понимание, что, ребята, всем свое время, и вы узнаете, да, кто-то, я буду, там, спрашивать вас по очереди, да, у нас срок строится вот по такой, там, схеме, да, мы, ошибка, это всего лишь источник, опыта, это не, это не крах, это не что-то такое запредельное, ну, это тоже очень важно, конечно, не терять связь с родителями, потому что для тревожных детей это тоже такой важный момент, чтобы они не боялись совершать ошибок, да, чтобы это было пониманием родителей, чтобы они не требовали от детей больше, чем они могут, да, вот это тоже, ну, я сама в своей практике сталкивалась с ситуацией, когда от ребенка ждали, ну, отлично, да, вот, нужно не только пятерки, исправление, если будет много исправлений в контрольной, то это тоже снижение оценки, ребенок просто в тупике, по всей, ошибки сделать нельзя, исправлять нельзя, да, и вот у девочки просто на нее стали соматические проявления, она там, повышение температуры, понос, рвота утром перед контрольной, то есть ребенок просто не может, потому что она не видит выхода, как тогда ей писать по контролю, да, и вот это очень такой важный момент, который вы можете сказать этим детям, эти классики, что ребята, спокойтесь, все нормально, мы сейчас, мы, вы только пришли, мы, я понимаю, что вы только осваиваете новые способы, методы работы, там, в этой средней школе, и поэтому, все постепенно, вы все усвоите, узнаете, и, в общем-то, я не буду всем поголовно сразу ставить двойки, вы будете, будем узнавать новые какие-то факты, знаем, вы же за этим пришли в школу, да, то есть как-то вот успокаивать их, не требовать больше, чем они могут, это очень важно для борьбы с тревожностью, ситуативной тревожностью, как я уже говорила, когда с выхода на доски, она тренируется, она проигрывается, с помощью игровых методов, да, можно там зайчики, ну, если это маленькие, еще дети, в принципе, провокации тоже прекрасно в это играют, да, когда они проигрывают ситуации, что-то пишет, треволась, а здесь нормально, вот, с ней нужно, как бы, бороться тоже своими методами тренировки, да, потихоньку, поднемножку, маленькими шажками, и с помощью, там, вот, кровотерапии, можно рисовать, это, собственно, тревожность, нужно бороться с теми же методами, как со страхом, да, это же тоже те же самые страхи, и когда мы, дети рисуют свои страхи, это, если вы создали эту атмосферу доверия и какого-то взаимного такого уважения в классе, когда никто не будет смеяться над страхами другого, да, тогда очень, очень, на самом деле, терапевтичный способ, когда дети рисуют свои страхи, когда другие обнаруживают, что они не одиноки в том, что, чего они боятся, вот, я сама делала тренинги, там, в пятых классах, как раз по адаптации детей, вот, мы, есть такой, тоже тест Филипса, по которому определяется уровень тревожности детей, они выполняют, мы потом ведем тренинги на эту тему, и, в общем-то, когда они рассказывали, рисовали свои страхи, как правило, это действительно касалось именно учебной ситуации, то это очень здорово укрепляло их, то есть, они обменивались своими впечатлениями о том, что действительно, ну, да, трудно привыкнуть к новой ситуации, когда они чувствовали, все они одинокие, что мы вместе не справимся, каким способом, да, мы будем привыкать к новым требованиям, да, это будет еще как-то не сразу, но, в общем-то, вот это вот, то, что они не одинокие, это для них был очень серьезный, большой такой прорыв успокаивания, скажем так, в совладании с тревожностью, можно ли тревожности правоклассников определить по письму в тетраде, конечно, да, когда буквы на перекосяк, когда вот эти тонкие линии очень зачерчены, ну, это так же, как в рисуночных проективных тестах определяется, да, когда много зачеркиваний, штриховки, когда линии много вот этих таких рваных, ну, поскольку это проективные методы, то мы сами как-то, ну, подключаем свои чувства и определяем, да, вот эта вот страх, явно тревожный у него ребенка, если он там справился, если он там исправил, да, исправил правильно, опять ли, неправильно, то есть, явно, здесь он демонстрирует явную свою такую неуверенность и тревожность, да, он не знает, как правильно, не трудно, вот, ну, и, когда много исправления, это тоже зачерчивание, ну, так, можно же одной линией, да, зачеркнуть, когда ребенок очень много зачеркивания делает, это тоже такой признак действительно тревожного, тревожного ребенка, стоит об этом с ним проговорить, дать им это внимание, узнать про требования родителей, вот это тоже такой важный фактор, я уже об этом не лишний раз повторюсь, что, как правило, тревожность в начальной школе и в дошкольниках очень сильно связана с кроительским отношением, если это какие-то повышенные требования дома, которые не согласованы с реальными возможностями ребенка, то это очень сильно такой ситуации трудной для ребенка и тогда он начинает очень сильно беспокоиться, тревожиться, пытаться соответствовать этим требованиям, которыми он чувствует, что он не затягивает этих самых требованиях, это иногда не осознается родителям, вот, могу предложить такое, я тоже работала с мамочкой, когда просто предложила ей в течение дня записывать те замечания, которые она делает ребенку, вот, и это было очень сильным таким для нее откровением, как много одергиваний и всяких вот этих замечаний следовало в адрес ребенка, и это стало таким важным прорывом, потому, чтобы начать учиться, замечать хорошее в ребенке, такое укрепление его самоценности, но об этом еще поговорили, потому, что, ну, с операционной тревогой, я уже сказала, да, в норме это полтора-два года, когда, иногда родители думают, ух ты, он же побольшой, уже можно его иногда оставлять с бабушкой или с няней, вот, или даже одного на некоторое время, а ребенок вдруг не хочет, здесь важно вот все-таки учитывать, опять же, состояние ребенка и понимать, что, значит, еще не время, значит, нужно это делать постепенно, сначала привыкнуть к няне, допустим, да, вместе остаемся, потом еще какое-то время, наверное, нужно отодвинуть это время оставления одного ребенка дома, здесь я считаю, что это очень важно, смотреть на ребенка, кто-то двум годам уже спокойно, а, может, остался, да, сняли, там, один, даже, ну, а кто-то для кого-то это большая травма, там, до трех лет не может, например, никак оставаться, тогда его постепенно к этому привлечет, чем бы ты мог заняться, когда нас нет, да, давай подумаем, да, насколько ты готов, опять сначала, не знаю, на 10, там, на 15, конечно же, за это хвалить, и какие-то потом, может быть, даже бонусы, подарочки делать, маленькие, то есть обязательно подкреплять, да, что смотри, ты смог, у тебя получили, это очень ценно, и это продвигает вот, ощущение ребенка, что он может, что оно получили, да, я, как я уже говорила, вот в тревоге, очень часто мне приходится употреблять эти слова, там, доверие, мужество, риск, он всегда есть, и это, да, когда у ребенка что-то новое слайдит, да, всегда есть этот маленький, или большой, как ему кажется, риск, и можно об этом тоже говорить, смотри, хочешь быть мужественным, давай попробуем, но, опять же, здесь вы опираетесь на его возможности, то есть если это до истерики, я не могу ни в коем случае, я не могу ни в коем случае, это еще сопритает, значит, это точно рано, явно об этом надо говорить, как работать, я пропустила, ребенок посадить, не хочет ходить в физкультуру, боится, что не получится, не ходит, при этом наотрез, отказывается от чешек и формы, что делать, чем же им эти чешки формы, по-моему, это очень сложно, ну, надо об этом спросить, может быть, что-то там, была какая-то история связана с этими чешками формы, может быть, можно хедр, может быть, какой-то конфликт с учителем, или кто-то выяснил эти чешки, я не знаю, здесь нужно выяснять, мне кажется, конкретно, боится, что не точно ходит, при этом на ходе, с одной стороны, он не хочет ходить в физкультуру, боится, что не получится, он не ходит, в общем, здесь нужно вот на месте есть несколько говорится, что там не так, что конкретно, чего он боится, в физкультуре, какие новые упражнения могут быть для тревожного ребенка, да, когда, опять же, что говорится, с четной физкультурой, то можно, чтобы мой ребенок с человеком наблюдал, да, вот это очень важный момент, наблюдение, вот, что с новой игрой, любой какой, что там, в связи с этим гостем, очень важно, дать время ребенку адаптироваться, да, то есть, вот, не сразу втягивать его в эту игру, не сразу уходить, вот это вот, ну, то есть, я думаю, что на скультуре это возможно договориться, что давайте сначала первый раз он понаблюдает, а потом он в следующий раз попробует, да, когда будет готов, вот, тогда мы идем на ребенка, тогда мы учитываем на него вот эту тревожную особенность, вот, здесь я хочу напомнить о том, что я хочу, я могу и должен, это такие важные компоненты, которые должны, вот, выверить к началу учебного года, да, когда вы готовы отдавать ребенка в первый класс, и эти же три компонента, которые должен осознавать ребенок, если вы хотите, чтобы он учился с тревожностью повладать своих, да, то есть, понимать, что он хочет, учитывать его желания, его потребности, помогать ему понимать, что он может, находить эти я могу в его жизни, ну, и тогда он уже, появляется желание, что я должен что-то такое совершить, да, вот, 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 вот эта грелость школьная, это когда я уже должен, мне просто вот так много уже накопилось в моих могу, что мне хочется их приложить уже, и в каком-то серьезном деле, почувствовать себя, учеником, вот, и, вот, это такой, такие основы формирования самооценки, да, не игнорирование хочу у ребенка, вот особенно тревожного ребенка, очень важно понимать, учитывать его желания, непотребности, да, а что ты хочешь, а что тебе было бы важно в этой ситуации, да, а как ты себе это представляешь, вот, вот, это безопасный мир, например, да, как, как это может быть, и там, и там, и то же самое, там, что ты можешь, вот эти его возможности, ну вот, собственно, три главных направления, которые нужно учитывать, справляясь с тревожностью, как я уже об этом говорила, это повышение самооценки, вообще самоценности ребенка, да, что он ценен, безусловно, и у него есть те самые прекрасные черты, но он уже ценен уже тем, что он есть, да, уже, вот это безусловное принятие, оно должно быть, как минимум дома, да, то есть, ты уже прекрасен и хорош, потому что ты есть, вот, ну и повышать его самооценку, повышение самооценки, можно делать, осуществлять, конечно, и групповыми способами, педагоги могут это делать, например, есть такие игры, повышение самооценки, там, допустим, в кругу перекидываю мячик, там, я могу, да, или там изображает пандамин, и то, что он может, каждый хлопает, ну, узнает, что, какое могу изображает ребенок, там, или когда там хвастовки игра, там, а я там умная, я красивая, я там, ну и так далее, да, то есть, ну и для более старшего возраста, там, в классе третьем, например, я проводила такую игру, очень, очень, такая малоценная, когда, кто-то говорит, например, комплименты, не говорят комплименты, кто-то говорит, Вася, я знаю, ты такой умный, кидает ему мячик, а Вася, понимая, вот мячик, говорит, а еще, а еще я очень ловкий, например, там, ну и дальше кидает кому-то мячик, тоже с каким-то комплиментом, а тот говорит, ну добавляет что-то свое, еще я, там, умею здорово рисовать, да, и так далее, то есть, это очень здорово, способствует повышению самооценки, особенно, когда это в кругу, и вы слышите друг от друга, хорошие, учатся, говорить хорошо о другом, да, и вот такие методы повышения самооценки, вот, ну мы сейчас как раз пройдемся по этим трём моментам, ну вот, например, есть такая практика, я, я люблю себя за, это такая индивидуальная практика, может она проводиться и в группе, когда вот сердечко, дети пишут о своих достоинствах, да, то, что я говорила в кругу, ну, можно делать и в таких рисуночных методах, вот, также по самооценке, ну вот, следующий этап, как я уже сказала, в обучении детей, в умении управлять тем поведением, то есть, это и ролевые игры, и сказка терапии, и арт-терапия, и песочная терапия, то есть, когда дети проигрывают эти самые ситуации, в которых они испытывают тревогу и страхи, да, ну вот, например, граф-доктор, да, очень часто у детей развита эта тревога, пойти к врачу, да, когда у них есть возможность проиграть эти ситуации, с куклами, друг с другом, то это очень сильно способствует снижению тревоги, вот, и, это очень хороший способ, который, так, переживатель снижением учительного, открыто их не проявляет, ну, здесь опять же, ученицы снижения, снижение учительного, врачи снижением учительного, открыто их не проявляет, ну, здесь важно, как бы, разбираться, опять же, в ситуации, именно, что конкретно, это уже, все-таки, взрослые, ну, то есть, тут, возможно, участвуют родители, и сама девочки, это, как это все происходит, ну, не знаю, может, дело учителя, добрый день, у меня есть ребенок, это постоянно спрашивает, у меня, улетела, может, обратно, у меня, у меня есть ребенок, это постоянно спрашивает, и пересказывает, или говорит, что ситуация не приснилась, ну, вот здесь опять же, много терпения нужно с такими детьми, хорошо, что он об этом говорит, значит, он видит вас, того человека, который готов все эти фантазии, и не фантазии, выслушивать, что приснилось, он, например, человек, как крокодил, приснился, и с ним у него сел, да, пусть он рисует, пусть расскажет, да, что его, что его там, о чем, что его, что его, можно поиграть об этом, да, не знаю, опять же, что это значит, и, может, его опять же поддержать, может быть, за такие интересные сны, да, во сне вообще может быть все что угодно, да, это, если его это сильно пугает, да, тогда это когда один вопрос, если он просто впечатлен, и с вами делится своими впечатлениями, какой момент, да, уже хорошо, что не делится, это уже хороший признак, беззащитной реакции тревожного, может ли лишнее болтование не усить, через беззащитную реакцию тревожного вреда, может, конечно может, да, это тоже вот, помогать ему, где-то быть помощником, да, особенно, ну, я уже у меня был, домах вне усидчивость, когда вы видите, что ребенок не умеет, ну, нужно давать ему некоторые поручения, да, что там, да, если ты, сделай что-то, сделать его своим помощником, если он не может так долго засидеть, значит, он там воздает тетрадки, там, вонесит то, иногда, иногда можно договариваться, что он ходит на какое-то время, там, это где, вот, и, ну, обо-то, естественно, нужно регулировать, да, давай будем учиться, слушать, других, давай сейчас скажешь, ты, а теперь мы послушаем других, вот, хорошо, пойдем дальше, мяч и мышечные напряжения, это, что важный момент для тревожного детей, потому что у них очень сильно, вот это место, конечно, зажато, и вот эти гордоны плечи, ушедшие голова плечи, это очень часто такое появление тревожного ребенка, нужно тактильным образом помогать ему, вообще, как родители, вообще часто могут гладить, и, там, разминать это место, и хорошо ходить, и, в общем, там, массаживая регулярно, очень здорово помогает детская йога, когда, ну, на занятия водит, там, очень хорошо, опять же, занятия плаванием, вода, она очень так хорошо управляет, это время организирует, вот, то есть, ну, со снятием мышечного напряжения, можно работать такими мышечными способами, да, вот, ну, есть еще также, если это групповая работа, то, вот, как я, например, работала в начальной школе, с детьми, с тревожными, да, мы в Уфопе, многие, я бы не знаю специалистов, там, очень много упражнений, таких на расслабление, как, например, водопад белого сне, белого света, когда дети садятся, закрывают глаза, расслабляются, представляются, это водопадом, этого белого света, и, как он, обволакивает, и полностью, вот, этим светом, расслабляет от макушки, до самых пяточек, это могут делать родители с своими детьми, да, то есть, не перед сном, да, потом там путешествия на улочке, есть такая же Уфопля, открываем вазки, и представляем, что мы куда-то, мы не вести на облаке, опять же на улочке, мы спокойно, как на мягкой подушке расположились, и вот это вот расслабление, очень хорошо, ну, родители могут индивидуально, опять же, устраивать такое, есть, специальное, очень хорошее упражнение, путешествие по телу, вот, на детском уровне тоже его можно походить, маленькими митинами, начиная с 5-6-летнего выраста, когда тоже мы путешествуем, чувствуем свое тело от кончиков пальцев ног до макушечки, то есть мы просто путешествуем по телу, да, вот это, почему я говорю, очень важно чувствовать опоры внутренне и внешне, для тревожного ребенка, и это одно из таких упражнений, которые тоже, тело, как опора, и тело, оно тоже нам помогает чувствовать себя более, так сказать, устойчиво в этом мире, вот, и мне он говорит, что есть дети, там, с разными, там, леченными, какими-то недостатками, вот, а когда ты такой сильный, здоровый, ты можешь чувствовать эту силу в своих руках, в своих ногах, пальчиках, ну, в своем теле, да, и просто помочь ребенку почувствовать свое тело, и это очень хорошее упражнение, которое помогает ему, вот, вот эту внутреннюю опору, как проопора наша, это наше тело, оно тоже становится таким, очень хорошим, хорошей опорой для, вот, чтобы справляться с тревожностью, потому что, это такая, настоящая опора внутри себя, вот у нас есть внешние опоры наши, родители, предметы, и пространство, то, что я вам говорила, и внутренние опоры, это на мое тело, мои легкие, мое дыхание, кстати, тоже, да, я забыла упомянуть, о том, что тревожные дети очень часто дышат, как-то очень, держим, тихо, незаметно, как-то тоже, они так, как-то прививистые дыхания, да, не дышат полной грудью, поэтому, вот, с ними тоже полезно, проводить дыхательные упражнения, когда, вот, почувствовать, как наполнилась моя, моя грудная клетка воздухом, это очень хорошо, это тоже такое ощущение, вот, внутренние опоры, сильный такой, что, я такой сильный, и у меня, вот, столько воздуха помещается, вот, и дыхание становится тоже, таким, очень хорошим способом, для снятия тревожности, когда ребенок, сильно от чего-то волнуется, перед тем же экзаменом контрольный, это уже и взрослых, и детей можно этому обучать, что, вот, нужно хорошо продышаться, да, почувствовать, как ты успокаиваешься, выдох, это успокоение, вдох, как правило, это активизация, да, если мы хотим активизировать себя, там, там, чаще-чаще вздыхаем, да, то расслабление, это выдох, чем сильнее выдох, тем лучше расслабление, ну, и вообще, спокойное, нервное дыхание, вдох, выдох, нужно по квадрату, в общем, тут много разных техник, там, есть такой, квадрат, 1, на 4, на 4 вдох, на 4, там, задержка, 4 выдоха, квадрат, когда дышат, это тоже очень хороший способ, успокоение, если можно, ему научиться, ну, тем, кто постарше, ну, вот, хочется обратиться, к собственным чувствам родителей, так, еще раз, я не устану повторять, из прошлого вебинара, очень важно, различать свою реакцию, на поведение эмоций, ребенка, от реакции, на события собственной жизни, в прошлом, настоящем, то есть, умение, вот это, убирать себя за скобки, вот это, искусство эпохи, не вешать на детей, то, что ваше, да, вот это, вот разделение собственной тревоги, ребенка, в данном случае, мы говорим о тревожности, да, то есть, все-таки, я взрослый человек, я умею справляться с тревожностью, что меня сейчас так беспокоит, я, как бы, об этом могу, как бы, с терапевтом, с самим собой, с супругами, с супругами, и прочее, не всегда, ну, с одной стороны, важно здесь медлиться и собственной тревогой, ну, как это делать, да, как способ, как я смог преодолеть эту тревогу, вот это важно услышать тревожному ребенку, что, а ты знаешь, там, на детстве тоже боялся, там, собак, знаешь, что мне помогло, мне вместе селись, мама изучила энциклопедию, там, я узнал собак, какие, какие-то интересные животные, ну, например, да, то есть, в общем, умение, как вы справлялись с тревогой собственной, помочь ребенку найти свои способы справляться с его внутренней тревогой, вот в этом смысле это очень полезно, да, когда вы делитесь на опыт, во-первых, ребенок узнает, что действительно мама-то как-то из детства чего-то боялась, папа, вот, и оказывается, можно, есть способы, как с этим справиться, вместе мы селись, мы поделись, да, вот, поэтому я говорю еще раз, доверие между вами и ребенком, это очень важная составляющая для того, чтобы справляться с тревогой, при том, что это доверие, это двусторонний процесс, то есть, вы доверяете ребенку, да, и он доверяет вам, это очень важно, ну и вы доверяете ребенку, вы доверяете, что, например, в частности, что, его тревога может быть обоснована, что он имеет право на эту тревожность, да, и тогда вы говорите, вы ищете не способ, как там ее удалить, а способ, как с этим справиться, способ решить, поиск вместе, да, вместе, не силой, есть методы, как бы, ну, например, кстати говоря, я тоже не упомянула, когда говорила о способах совладания, это, конечно же, книги, да, когда читаю, я вот еще покажу вам литературу, которую можно использовать, вот, как бы, дети чувствуются на месте героев, книг, да, и, в общем, как тоже справиться, и те ситуации, когда они справлялись, ну, вся наша классическая, редкая литература, она очень много там примеров, когда можно было справиться, нужно читать Махалкова, Чуковского, и так далее, я вам еще об этом напишу, здесь будет слайд, вот, ну, проконтролировать свои чувства, это тоже очень важный момент, потому что ребенку очень важно, чтобы вы были устойчивы, да, вот, если вы хотите победить тревожность ребенка своего, нужно отслеживать собственную устойчивость, собственных чувств, потому что, если ребенок там разбил чашку, и в ужасе от того, что он не знает, как надо будет реагировать мама, это плохой знак, это говорит о том, что мама может быть очень неподсказуем, в своих реакциях, да, вот, как бы, он знает, что может быть, потом признаться, да, это, конечно, не самый лучший поступок для его жизни, да, и там, к сожалению, так случилось, да, и мама, сплеснет руками, там, обжар, ну, что-то такое, ну, то есть, понятно, да, адекватность, адекватность реакции, адекватность ситуации, да, это очень важный тоже момент, который вы можете транслировать своему ребенку, вот, то же самое про слушать и слышать, это очень два таких важных момента, когда вы умеете давать пространство собственному ребенку, то есть, не только, не только говорить, да, а умеете еще его и слушать, и слышать, да, и не перебивать, в общем-то, не торопить, да, вот тоже важный момент, не тревожный мотив, не в коем случае не надо порадовливаться, да, ну, тренировать это искусство можно, да, допустим, там, мы же, во сколько-то сегодня зашнули шнурки, это посмотрим, да, поспорим там, не столько, но не устраивает из этого соревнования, да, вот, значит, учить ребенка выражать эмоции адекватно, я уже об этом, еще раз повторим, принимать собственные чувства, называть их, отражать соответствие ситуации, переходить за одну эмоцию к другой, не застревать на какой-то одной, и успокаивать, да, когда вы хотите перейти от эмоций, допустим, когда вы получили, сильно стревожен, умением все-таки понять, что делать в этой ситуации, как, что мы можем, на что переключиться, да, иногда бывает, это полезно, да, сделать, что мы можем делать в этой ситуации, то есть ситуации, опять же, я в этих рецептах всех не могу перечислить, вот, да, опять повторим, от того, что я вам говорила, да, поддержка, еще раз поддержка, и много-много поддержки, то, что нужно ребенка, готовиться к неожиданностям, то есть неожиданности, это очень тяжелое испытание для тревожного ребенка, поэтому лучше все это предсказывать, пересказывать, и готовить ребенка к тому, что будет, вот там послезавтра мы пойдем в гости, или там через месяц мы беремся на море, и так далее, вот это все нужно проговаривать, и готовить, и при этом стимулировать самостоятельность ребенка, то есть, здесь я вам говорю не о том, чтобы укутывать вату, не о том, чтобы все делать там за ребенка, и здесь создать ему такую атмосферу, прямо вообще, что он будет вот валяться там, ничего не делать, всего как бы шажочек его, прямо предсказывать, этого тоже не должно быть, это некая другая крайность, ведь все-таки мы готовим детей к жизни, ведь мы хотим, чтобы наш тревожный ребенок в этой жизни был успешным, чтобы он мог реализовать свои способности, чтобы он мог, так сказать, вызовы судьбы какие-то понимать, и соответственно, все равно, вот эту самостоятельность нужно поддерживать, стимулировать, но очень активно, при этом здорово, важно оценивать, именно, говорить о том, что вот, смотри, замечать эти позитивные моменты, когда у него что-то получилось, или когда он что-то сделал сам, то есть это как раз в следующем пункте, вызывательное чувство радости от достигнутого, чтобы я смог, я вправился, я преодолел, то есть вот эти моменты преодоления, они для него тоже очень важны, потому что я уже повторюсь, тревожность, поддержка, доверие, риск, мужество, то есть воспитание мужества, это где-то идти на риск, но учитывать его могу, то есть ни в коем случае, не уходить за рамки возможностей ребенка, но это вы можете сами почувствовать, если можете сами, обращайтесь к психологу, совещайтесь с педагогом, если я думаю, что педагоги, ну, родители умеют, в общем-то, сами чувствуют свои пределы возможностей своего ребенка, хорошие, да, доводить, значит, это дело в контакт. Дальше, ну, вот в прошлый раз меня просто спрашивают, про метод диагностики, поэтому я отдельно сделала слайд о том, какие есть методы диагностики тревожности, ну, это вот первое все-таки, это общение наблюдения, проективные методики, это рисовальные самые разные тесты, где тревожности появляются в штриховке, в активных, в какой-то вот таких зачернений, различные, очень сильно нажатие карандаша, допустим, ребенок рисует рисунок, и несколько раз ломает карандаш, это тоже говорит о том, что он сильно контролирует напряжение, да, вот эта тревожности, она очень сильная. Вот, есть интересная очень тесно тревожности, темпу мамы и дорки, это как раз для детей, когда дети сами по картинкам, там 14 картинок, они выбирают, какие мордашки там в ситуациях разных детей, ну, там ситуация, допустим, мама главует ребенка, там ребенок один в одиночестве там сидит, и так далее, вот он выбирает веселый, и не очень мордашка. Ну и, соответственно, очень важный момент анализировать потом этот тест, вместе с ребенком, почему-то вот такую мордашку, почему-то другую, вот, ну, в общем, такой хороший тест. Вот, тест Лаврентьева-Дитаренко, это заполняет родители, вот, а тест Яна тревожности массы, это адаптация прихожан, вообще прихожан известный специалист в области тревожности, можно его почитать, это женщина Анна, она очень много написала о тревожности, так что подробности можете там узнать. Вот, есть такая методическая, популярная литературная тема тревожности, тоже я здесь подчисляю, авторов, которые несли большой вклад в изучение детской тревожности, можно их почитать. Вот, особенно бы выделила именно как раз прихожан Костину, вот, у Костина много игровых методов, например, как справляться с помощью игровых методов тревожности, ну, другие наши известные, известные толпы, наши благодейки, все-таки. Вот, книги для тревожных детей, самые такие для маленьких, ну, Прокофьева вообще замечательная, для получения желтого чемоданчика, там как раз про многое, ну, как бы все боится, ребенок, это очень здорово, Чуковский, Сутеев, ну, в общем, Маме Собирак, это для тех, кто постарше, там, приключения Баранкин, Будь Человеком, там, Сима Михалкова, читайте, и Волков, конечно же, ну, в общем, вся классика нашей литературы, там очень много примеров таких, где, Буратино, там, Чаполино, все, в общем-то, там много ситуаций, где, можно, ну, важно разобраться, где, право, героев ждут разные испытания, герои с ним справляются, да, это то, что важно узнать, тревожным ребенком, и то, что вы можете обсидеть, потом попрочти, это не будет важно еще обсуждать их, вот, ну, дальше я вам, так сказать, пролистая просто, у нас уже осталось мало времени, поэтому я просто напомню вам, наши практики, Академии Муантиков, как мы справляемся с разными чувствами, в том числе и тревожностью, это вот умение пройти через вот эти вот вот пять, это основы методики нашей, через пять этапов, я чувствую, я хочу, я знаю, я могу, я делаю, то есть, анализ любого состояния, будто обидели твоего друга, или там, допустим, я чувствую тревожность, как я чувствую, что я в это время хочу, да, что я про это знаю, что я могу сделать в этой ситуации, что я делаю, но это вот вы можете вместе порабатывать, как в группе, там, в саду, и так, и строительные, или, 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 вот важность понимания своего настроения, мы призываем эмоциональный интеллект, соответственно, мы говорим о том, что, вот, измерять настроение, это важно, как я себя чувствую в данный момент, да, обращение к этому очень полезно всем, и нам в взрослом тоже, вот, дальше, практика, нарисовать, какой я счастливый, какой я грустный, вот это, у меня распознавать эмоции по лицам, да, это тоже, как на развитии эмоционального интеллекта, тревожный ребенок, он часто зациклен на самом себе, да, и здесь важно, вот, уметь, подумать, там, а как, или, вот, и что, как это выражает, как эмоции выражаются на лице, да, вот, ну, придыхательные техники, я тоже вам говорила, есть, в частности, вот, можно, не только по четверке, посолить, но и по пятерке, да, там, это, как звездочка, пять, дышим водички, мы дышим вдох-выдох, подлодочки, это тоже так, для интереса, на такую практику, смысл, понятно, да, фиксируем внимание на дыхании, когда ребенок дышит, он спокойно, когда он уделяет внимание своему дыханию, вот, осознание собственных желаний, это тоже очень важный момент, нарисуй, что, чего тебе сейчас хочется, вот это вот, когда, ну, ситуация, например, гиперопеки, да, родители сами, на чем он хочет, да, это очень такая тоже фагубная, в общем-то, привычка, вот, уметь ребенку давать возможность, все-таки понимать, чего он, он на самом деле хочет, это как раз развивает его, вот, 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 эта самоценность, самая устойчивость, которая способствует, то есть, в том числе, как справляться с тревожностью, вот, без чего не могу пытаться в жизни, это тоже, я, честно говоря, как психолог, люблю более позитивные формулировки, но, вот, можно так же самому написать, нарисовать, это, это солнышко, из чего, что, что для меня важно, да, что для меня дорого и важно, вообще по смыслу это вот, и на лучиках написать, там, мама, семья, школа, там, друг, класс и так далее, это очень укрепляет, это делает, это опять вопрос об укреплении, и об этих опорах, о которых мы сегодня с вами говорили, да, те опоры, которые создают мое ощущение, вот здесь, как справляться с тревожностью, вот, ну опять же, зона контроля, на что я могу повлиять, на что не могу повлиять, это тоже к тревожности имеет непосредственное отношение, стоит ли тревожность тревожиться о том, о том, что от себя не зависит, да, радуга в небе, или солнышко, или дождик пойдет, это то, что ты можешь только принимать, да, и на этом как-то, ну ладно, в зависимости от этого брать зонтик, или там делать калоши, вот это тоже очень хорошая практика, которая говорит, смели времена года, это тоже, на что я не влияю, это то, о чем можно опять же, проседать тревожным ребенком, когда, что есть то, на что то леньше, а есть то, на что то, нет, где-то жизнь, где-то реальность, опираться на реальность, это то, чем мы, опять же, учим наших тревожных, ненавистики, вот, ну это вот, когда надо успокоиться, разные техники, поговорить о взрослых, посчитать, довести, порисовать, попить воду, танцевать, сыграть, все, что угодно, есть, там, не способен, как можно успокоиться, прийти в спокойное место, подышать, послушать музыку, и так далее, какой способ подходит к тебе, какие вообще чувства существуют, наверное, свое сердечко, и вместе с ребенком, просто ожидать, какую часть сердца занимает радость, какое зрение, какой кусочек тревоги, да, здесь тоже посиделся в моем сердце, да, и это очень тоже хороший приглашение к разговору о том, что мы можем с тобой поговорить, вот, ну это вот как я себя чувствую в разных ситуациях, ну это же, ребенку, который умеет написать, и это все, почувствовать, что я в это время чувствую, да, как я испытываю, это все провалит эмоциональный интеллект, про наше пространство внутреннее, да, пузырики пространства, где я себя чувствую очень комфортно и хорошо, вот невидимый пузырик, который меня окружает, то есть у каждого есть свое личное пространство, и оно состоит, опять же, вот это ощущение надежности, этого мира, потому что у меня есть мое личное пространство, оно у меня есть и в садике, оно у меня есть и дома, и что я внутренне не чувствую, это тоже такой, это может быть такая групповая техника, в том числе, а может быть строительный дом. Вот, здесь можно ответить на вопросы, что ты чувствуешь, когда, какие-то моменты, как себя чувствуешь, да, вот, ну это вот, огневе, какой он бывает, видите, как раз, то, что я вам говорила, что тревожность часто прячется из-за огнева, да, то есть, именно, человек может проявляться агрессивно, там, выречисляем те тревожность, когда он выплескивает свое напряжение вот таким способом, да, ну это очень наблюдательные взрослые могут понять, что за этим, что в этом айсберге гнева таится на самом деле, что скрывает из-за гнева, ну это большая отдельная тема, поэтому я просто здесь с вами вас не знакомлю, так уникальны, на этот план. Вот, волны стресса тоже, что меня беспокоит, о чем можно порассуждать, да, да, разные чувства, почему, как поступлю в следующий раз, вот, ну это вопрос о том, как я себя, ну о своих качествах, о сильных, да, ладошки, это вообще можно делать по кругу, когда друг другу пишут, да, как, что меня делает хорошим другом, какие качества, да, это же все очень весом, можно, кстати, я не угнула, есть такой очень хороший способ, там, мячок наблюдений, мой, мячок достижений, это тоже можно сделать как в группе, так и в классе, можно назвать это какой-то доской почета, как у города, но важно, только слить, чтобы все дети бывали, ну и куда, отмечать свои какие-то достижения, да, для тревожного ребенка особенно важно, может быть, дома завести вот с родителями методом мячок свои достижения, что сегодня, чего я сегодня учился, чего я сегодня достиг, вот, ну, мадушка, это тоже такое как метод и способ почувствовать свои достижения, ну, это вот наши продукты, которые называются просвещения как раз в базовой эмоциях опять краска смеха, вот, названы кругобуквенные, соответственно, есть возраст, вот, для которого они предназначены, ну, это вы все можете посмотреть на сайте просвещения, просто вы знакомы здесь, тем, что есть, чем мы делимся. Ну, вот, собственно, я благодарю вас за внимание, вот, вроде бы, все вопросы, которые были, я вам их ответила, вот, спасибо, что были, слушали, и до новых встреч, в следующем у нас будет с вами про вид, беседу, очень, очень, я так надеюсь, будет, потому что очень однозначно, именно отстыва, очень важно. Всего доброго, до свидания.